Сегодня будет открыт второй участок дороги Бринаволок-Плесецк. Ремонт на отрезке Сухой Самодет начался в прошлом году. Автомобилисты смогут оценить качество проделанной работы. Уже в следующем году дорожники приступят к обновлению двух последних участков трассы. Будут построены объездная дорога вокруг поселка Самодет и новый путепровод через железнодорожные пути возле станции Емца. Сегодня в Архангельске состоится встреча с режиссером Павлом Лунгиным. Более того, северяне одними из первых смогут увидеть его ленту «Дама-пик». Российская премьера пройдет на неделю позже. В программе пребывания Павла Лунгина в Архангельске запланирован и мастер-класс для начинающих кинематографистов. Куда тебе, да, Герман? Бедные люди, да? Они же никому не интересны. Потому что у них нет денег, соответственно, нет шансов и нет удачи. Я хочу стать настоящим Германом. Сегодня в Архангельске назовут имена лауреатов Ломоносовской премии 2016. История этой награды насчитывает 18 лет. Ежегодно премия вручается авторам, коллективам и организациям, которые внесли большой вклад в развитие науки, техники, культуры, а также способствовали практическому решению социально-экономических проблем Архангельской области и северных регионов России. В этом году конкурсная комиссия рассмотрела работы, авторами которых являются 38 человек. В борьбе участвовали не только северяне, но и представители других субъектов Российской Федерации. Диапазон проектов традиционно широк. Документальный кинематограф, новации в сфере медицины и науки, профориентация школьников. Несколько сотен новогодних подарков собрали жители Архангельской области для детей Луганска и Донецка. Общий сбор был объявлен еще 1 октября в рамках акции «Северяне детям Донбасса». Организаторы открыли несколько пунктов приема в Архангельске и Северодвинске. Также гуманитарную помощь собирают в других городах и районах Поморья. 1 декабря гуманитарная колонна из Архангельской области отправится на Донбасс. То есть осталось ровно три недели, напоминают активисты акции. Рады любой помощи, сладким подаркам, детским игрушкам, тетрадям. У Луганска есть там дом престарелых, 126 или 128 старичков там, и они плохо. Я думаю, они достойные. Хоть крупы и привезем до сахара, что можно, то и привезем. А мягкие игрушки, все в Дебальцево, и сладкие подарки туда. Адреса точек сбора новогодней гуманитарной помощи вы видите на своих экранах. Они будут работать до 30 ноября. И о погоде. Сейчас в Архангельске минус 9 градусов. Днем столбики термометра немного поднимутся до отметки минус 4. Возможен снег. Программа «Сейчас в регионе» каждый час на телеканале ПС. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин